Всем привет! Сегодня о санкциях. Если вы помните, я 10 лет живу в Финляндии и периодически рассказываю вам про эту страну в своих коротких репортажах. Сегодня речь пойдет о санкциях, о которых многие меня спрашивают. Люди интересуются, надолго ли эти санкции? А санкции всем плохо? И когда же их отменят? Для ответа на этот вопрос важно понимать, откуда взялись санкции. Можно, конечно, поверить средствам массовой информации и сказать, что они из-за Украины, но это, конечно же, неправда. Есть настоящая причина. Вообще разобраться в том, что происходит, в мире непросто, но возможно. Сегодня на примере санкций я и продемонстрирую вам, как это делать. Есть у меня один специальный метод. Что же это за метод? Я называю этот свой метод метод контурных карт. Метод очень простой. Когда мы будем его применять, будет только одна небольшая подковырка, в которой придется чуть-чуть поднапрячься и проявить смекалку. А так, чтобы применять метод, надо иметь самый минимум знаний. Надо уметь считать, понимать, что такое миллион и триллион, а также обладать минимальными знаниями по географии. Ну и чтобы рука не дрожала, чтобы раскрасить карту мира цветными карандашами. Итак, санкции. Рассматривая санкции, важно заметить, что про санкции кричат отовсюду. Но на деле-то санкции в отношении России применили далеко не все страны, а только некоторые. Ведем в поисковом сервере санкции против России 2014. Так, и сразу на первой ссылке попадаем на страницу в Википедии. Санкции в связи с украинскими событиями 2014 года. Видите, санкции действительно ввели из-за событий на Украине. Но кто же все-таки их ввел? Вот тут прямо видна карта. Страны, которые ввели санкции, закрашены зеленым цветом. Из карты сразу видно, что санкции ввели Евросоюз, США, Канада, Австралия, Япония. Не Южная Америка, не Азия, не Индонезия или Китай или Индия. Никто другой не считает нужным вводить санкции против России. Странно? Ну да, но выводы пока делать рано. Сделаем так. Давайте просто сохраним эту карту, карту санкций, а сами сделаем следующее. Сделаем еще одну карту самостоятельно. Давайте теперь посмотрим на долги стран по всему миру. Посмотрим, какой внешний долг у какой страны. Внешний долг это совокупный внешний долг жителей данной страны жителям других стран. Например, это государственный долг, ипотечные долги иностранным банкам, долги бизнеса и компаний. Где же взять такую информацию? Мы хотим сравнить разные страны по уровню долгу. Давайте вот так и напишем в поисковом сервере. Список стран по внешнему долгу. Так, вот попадаем опять на страницу Википедии. Так, смотрим. Ого-го, долги-то есть не только у США, как все говорят. У Евросоюза тоже триллионные долги, еще больше, чем в США. Вот Германия, Франция по 5 триллионов баксов. Нехило, однако. Но листаем дальше. А вот и Россия на 22 месте. Все как у всех. Тут бы закрыть страницу и пойти отдыхать. Но нет. Тут-то и надо проявить смекалку. Смотрите, Финляндия идет сразу после России на 23 месте. Интересно, да? Население-то у нас с финнами в 30 раз отличается, а долг одинаковый. Как-то так. А вот так. Тут надо вспомнить немного статистику. Население у всех стран разное. Поэтому одинаковая сумма долга для большой России и маленькой Финляндии это совершенно на разные вещи. Поэтому сама сумма внешнего долга ни о чем нам не говорит. Надо бы выяснить, для каждой страны не суммарный общий долг, а долг на человека, то есть на душу населения, так сказать, на отдельно взятого жителя. Это уже можно будет напрямую сравнивать. И как ни странно, Википедия нам это позволяет сделать. Тут и столбец такой есть. Внешний долг на душу населения. Так, делаем сортировку по этому столбцу, просто нажимаем на него в интернет-эксплорере. И что же мы видим? Ого-го! Долг Германии 70 тысяч долларов на каждого немца. В Финляндии долг на каждого финна 111 тысяч. В Бельгии 136 и так далее. А где там Россия, Китай и Индия с Бразилией? У-у-у! Ну, совсем в хвосте плетутся. У России 4000 баксов всего на каждого из нас. Вы знаете, у меня двойное гражданство и, соответственно, получается два внешних долга. Но свой русский долг я могу отдать хоть сейчас. А вот финский, это, простите, нереально. Тем более этот долг распространяется на всех. И на детей в том числе. Ну да ладно, долг большой, но какое он отношение имеет к санкциям? Чтобы это понять, надо сделать кое-что еще. Сделаем так. Будем считать, что сумму больше 10 тысяч отдать сразу среднему человеку, ну, просто нереально. А что меньше, будем полагать, что реально. Квартиру, к примеру, можно свою продать или машину, в конце концов. И таким образом долги заплатить. Берем теперь чистую, нераскрашенную карту вот эту и закрашиваем должников розовым цветом, у кого долг больше 10 тысяч, и красным, у кого долг больше 50 тысяч. Вот. Всех закрашиваем тут Германию, Финляндию, США и так далее. Готово. Ну и смотрим теперь, что у нас вышло. Забавная карта. Ничего вам не напоминает. Берем предыдущую нашу карту санкции и сравниваем. Карты-то у нас почти одинаковые. Смотрите внимательно. Карты одинаковые. Получается, тут внимание, кто больше всего в долг набрал, тот и санкции вводит. Вот такие дела. Еще и НАТО тут замешано. Я еще вот одну карту сам тут раскрасил. Смотрите, на темно-синий цвет. Почти все, кто ввел санкции, члены НАТО. Кроме Японии и Австралии. Вот такие пироги. А мы-то думали наивные, что санкции это из любви к народу Украины. А тут все шкурный интерес оказывается. Вот они родимые. Санкции, НАТО, долги, санкции, НАТО, долги. Случайных совпадений такого масштаба не бывает. Но может быть вы скажете, в чем проблема? Долг отдать можно. Нет, как было сказано выше, отдать такие большие долги по 100 тысяч долларов на жителя, это уже просто нереально. Долг действительно чудовищный. Вот, к примеру, Финляндия со своим долгом 111 тысяч долларов на финна. Долг такой не отдать. Давайте тупо посчитаем. Скажем, семья из трех финнов живет в жилье за 150 тысяч евро. А должны они на троих 300 тысяч. Даже если все финны все свое жилье по всей Финляндии продадут, то денег погасить долг не хватит. И бизнес, если продать не поможет. Лучшую свою компанию Nokia недавно продали финны за 7 миллиардов. И никаких компаний на такие долги не хватит. И русские туристы тут не помогут. Финны на них очень рассчитывают, так как наши туристы в Финляндии в год тратили около миллиарда. Много. Но долг Финляндии 568 миллиардов. Если возвращать долг только за счет наших туристов, то это можно будет сделать через 568 лет. То есть во второй половине третьего тысячелетия. 25 век, однако. Финляндию я привел как пример, так как живу тут. Но и у других стран Евросоюза ситуация не лучше. Да и у США с Японии и Канадой примерно то же самое. В чем еще проблема долга? Ну в том, что на напечатанные деньги эти демократичные страны, раскрашенные красным, синим и зеленым, как вы видели, покупают товары у недемократичных стран. Например, все промтовары, одежду и такое прочее закупают у недемократичного Китая. А бензин и прочие стройтовары в недемократичных России до Ливии. Что делать, если кто-то против этого? Ну просто тупо бомбить. Мы это уже много раз видели. То есть сами бомбим, а своим жителям по демократичным средствам массовой информации рассказывают, что это мы бомбим диктаторов и злодеев. Ну вот Ирак бомбим, Ливию бомбим, Сирию бомбим. Малышей, так сказать, бомбим. А вот Иран и Россия уже тупо не разбомбишь. Обратка вам прилетит. Поэтому что делать? Правильно, объявлять Россию и Иран врагами всего человечества и вводить санкции. Чтобы обвинять врагом, нужен повод. Поэтому в случае с Россией развязываем войну на Украине. Как видите, все просто. Вот еще раз смотрите на эти карты. Что санкции, что долг, что НАТО. Это все одни и те же страны. Но вернемся к вопросу, когда же снимут санкции. А вот когда разберутся с долгами. Не раньше. Кстати, проблема тут даже не в возврате долга. Долг может и списать можно и жить как-то дальше. Проблема в том, что без новых долгов экономика этих демократичных развитых стран тупо не будет работать. Нет дотации и все встанет. От науки до сельского хозяйства. Дело плохо. А они нас еще поучают. Как воспитывать детей в долг. Как красиво жить в долг. Как и чему учить молодежь в долг. Ну-ну. Но вот такой вот способ контурной карты. Очень действенный. И санкции это только один пример. Скажем, увидели вы по телеку умного и честного на вид человека такой в очках, в костюме, а сам он вам втирает. Победитель Евровидения Кончита Вуз это проявление свободы. Или Боинг над Украиной сбил Путин с ополченцами. Или Россия притесняет геев и вообще в России нет свободы. Мы в этом случае не теряемся. Тупо берем нашу контурную карту, карандаш и начинаем раскрашивать. Кто и что где думает в мире по этому поводу. Вы удивитесь, но карта в результате почти всегда будет точно такая же, как и то, что я показал вам выше. Вот такие дела. Думайте почаще своей головой и не смотрите телевизор. Особенно украинский или финский. Афинам и прочим европейцам про этот метод мой рассказывайте. А то их так зазомбировали демократические СМИ, что они уже нихрена не соображают. Всего хорошего. До свидания.